Добрый вечер. Новости на канале БТБ в студии Оксана Гуцайт. В Люблине в рамках двухдневного визита в Польшу глава украинского государства ознакомился с местом будущей дислокации Украино-Польско-Литовской военной бригады. Петру Порошенко показали структуру и функциональные возможности совместного подразделения, а также распределение зон ответственности каждой страны. Кроме этого, президент осмотрел помещение, в котором размещается бригада и пообщался с военными. По мнению украинской делегации, это подразделение не только яркий пример военной кооперации и взаимодействия трех близких стран, но и надежная современная база для совершенствования военного мастерства. Отправку группы украинских военнослужащих в Люблин планируют во втором квартале следующего года. Главная цель создания этого подразделения – это выполнение задания по поручению ООН. Но для нас это очень важное мероприятие, потому что именно здесь мы начнем изучать и переходить на стандарты современных вооруженных сил. Поэтому нам нужен этот опыт изучения техники, вооружения, порядка действий. И поэтому изучение передовых стандартов вооруженных сил будет осуществляться именно здесь. Я очень рад, что президент Порошенко ознакомился с инфраструктурой, смог увидеть, что все готово к приезду украинских офицеров, а также наших литовских партнеров. Мы готовы. Мы хотели бы начать военную подготовку осенью следующего года. Президент Украины Петр Порошенко поручит секретарю СНБУ регулировать вопрос доставки гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом заявила полномоченная президента Украины по урегулированию конфликтов в Донецкой и Луганской области Ирина Герасченко. Она также добавила, что любая помощь, которую передает Украина или международные организации, должна иметь исключительно гуманитарный характер. Абсолютно очевидно, их передвижение по украинской территории должно быть скоординированным и оно должно происходить в рамках закона. И также очень важно, чтобы украинское государство точно знало, что все, что мы передаем или кто-то передает на территории, подконтрольные боевикам, что все это носит характер исключительно гуманитарный. Количество обстрелов в позиции украинских войск существенно уменьшилось, но провокации со стороны пророссийских группировок продолжаются. Так заявил секретарь СНБУ Александр Турчинов после совещания с руководством Генерального штаба, Нацгвардии и МВД в зоне АТО. Во время совещания обсудили оперативную ситуацию и комплексные вопросы относительно активизации противодействия террористической угрозе. Но остались хаотичные обстрелы, и это, безусловно, не может оставаться без ответа с нашей стороны. Сейчас наиболее сложная ситуация в районе Дебальцево и Донецкого аэропорта. Дата заседания контактной группы в Минске пока не определена. Об этом сказал спикер Ато Андрей Лысенко. По его словам, сейчас проводятся переговоры, чтобы согласовать организационные вопросы. Тем временем, за минувшие сутки террористы совершили 13 вооруженных провокаций. Ночью были зафиксированы три обстрела со стороны террористов. Боевики вели огонь из стрелкового оружия по населенным пунктам Кадема-Авдеевка. Ночью снова атаковали новый терминал Донецкого аэропорта. К счастью, погибших и раненых за последние сутки нет. Также накануне вечером в районе села Гнутово на высоте не более километра был замечен беспилотник противника. Наши военные, соблюдая режим тишины, на провокации не поддавались и огонь не открывали. Боевики продолжают перегруппировку. В северных районах Донецка на первую линию выдвинулись усиленная банда Моторолы и несколько подразделений российских войск. В район Спартака террористы дополнительно перебросили зенитную установку. Также из поселка Тельманово в направлении Старогнатовки и Новоласпы выдвинулась ротная тактическая группа вооруженных сил России с артиллерией. До 130 боевиков, а также два противотанковых артиллерийских орудия и семь БМП прибыли к станице Луганской. 162 украинских военнослужащих погибли за время проведения режима тишины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев. В госпиталях сейчас находится 300 военных, в том числе 12 тяжелораненых. В плену находятся 185 украинских военных, 298 считаются пропавшими без вести. Боевики готовы отпустить 152 пленных. Взамен требуют освободить 223 человека, задержанных правоохранителями Украины. Об этом заявил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире одного из телеканалов. 7 декабря представителям так называемых ДНР и ЛНР был передан список людей, которые незаконно удерживаются террористами. В перечне 684 фамилии. Среди них военнослужащие, журналисты, бойцы добровольческих батальонов и другие. Передали боевикам и список с пропавшими без вести, в котором 1667 фамилий. На освобожденных территориях группы гражданского военного сотрудничества и волонтеры помогают людям наладить нормальную жизнь. В Константиновке вынужденные переселенцы получили 258 банковских карточек, а Константиновский районный центр социальных служб выдал 173 пакета детского питания. Школьники Святогорска, Николаевска в Донецкой области получили от офицеров продукты питания и сладости. А в Великую Новоселку доставили 300 семьям переселенцев средства первой необходимости и детское питание. Активно работают и волонтеры. В поселке Ольховатка неподалеку Инакии военнослужащие передали представителям местной власти очередную партию гуманитарной помощи. Вчера на пункте контроля Курахова пограничники оформили гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста. Который направлялся из Киева в город Торез, Донецкой области. Груз включал строительные материалы. Общая масса груза 72 тонны. Сегодня утром в Волынскую область прибыло 36 автомобилей гуманитарной помощи из Польши для Востока Украины. В составе груза продовольствие, спальные мешки, обогреватели, средства гигиены, генераторы, кровати, одеяло и теплые вещи. Национальный банк Украины признал временных переселенцев из Крыма резидентами Украины. Регулятор внес соответствующие изменения в постановление номер 699, приравняв официально зарегистрированных переселенцев из полуострова к резидентам. Чтобы осуществлять банковские операции, перемещенному лицу нужно предоставить справку, удостоверяющую его проживание на материковой части государства. Постановление номер 810 вступает в силу со дня следующего, за днем его официального опубликования. Документ также предусматривает, что с целью погашения задолженности перед банком по кредитным договорам физическим лицам с субъектом Крыма разрешено вносить на счет наличные средства без подтверждающих источники происхождения документов. А расчеты между юридическими лицами, которые зарегистрированы на материковой территории Украины, и субъектами Крыма по текущим торговым операциям осуществляются как в иностранной валюте, так и в гривне. Китай готов приобщиться к предоставлению Украине помощи под гидой ООН, так заявил посол КНР в Украине на встрече с председателем Верховной Рады. Совместно с президентом, правительством и парламентом Украины Китай готов развивать отношения в разных направлениях и сферах, чтобы это сотрудничество могли почувствовать все граждане обеих стран. Даня ратифицировала соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза, а также аналогичные документы с Молдовой и Грузией. Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор. Напомню, соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом ранее ратифицировали 11 стран. Ожидается, что ЕС сделает это до мая следующего года. Совет ЕС одобрил новые санкции в отношении торговли и инвестиций в Крым и Севастополь. Таким образом, с 20 декабря инвестиции в полуостров будут незаконными. Европейские, базирующиеся в ЕС компании, не смогут больше покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять соответствующие услуги, отметили в пресс-службе. Напомню, сегодня в Брюсселе открылся саммит ЕС. Его участники обсуждают экономические проблемы Евросоюза, помощь Украине и отношения с Россией. Санкции против России неизбежны до тех пор, пока она не начнет уважать суверенитет Украины. С таким заявлением выступила Ангела Меркель. Канцлер Германии призвала Кремль предпринять шаги, чтобы система европейской безопасности работала вместе с Россией, а не против нее. Меркель подчеркнула, что санкции не являются самоцелью, а не просто инструмент для того, чтобы Москва начала признавать независимость и территориальную целостность своих соседей, в первую очередь Украины. В Москве за несколько дней народ скупил все ценные из магазинов электроники, мебели и одежды. Все, на что не успели поднять цены. Особой популярностью пользуются дорогие товары, ноутбуки, телевизоры, крупная бытовая техника. В некоторых магазинах ценники переписать еще не успели. Как сообщает Эхо Москвы, люди сначала радуются недорогому гаджету, бегут на кассу, а там им говорят, извините, но цена изменилась. По словам консультантов, выставлять ходовой товар по старым ценам они не хотят. К Новому году все равно все раскупят, только на 60% дороже. Спасибо, что вы с нами. Далее украинские мировые фондовые индексы. До встречи в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова